Всем привет! Это новости АФК Система. С вами Дарья Кольенко и Ксения Пономарева. Сегодня в выпуске открытие фанерного комбината в Галичи и новых клиник у дома. Обо всем этом и не только, подробнее прямо сейчас. Сегежа Групп ввела в эксплуатацию Галичский фанерный комбинат. Это первое в России производство фанеры формата МАКСИ и один из самых масштабных гринфилл-проектов российского лесопромышленного комплекса. Его строительство началось в 2020 году. Предприятия возвели с нуля в чистом поле. Инвестиции в суперсовременный завод превысили 13 миллиардов рублей, а в регионе появилось около тысячи рабочих мест, в том числе высококвалифицированных. Особое внимание при создании комбината уделили экологии. Так, образующееся при производстве древесная пыль перерабатывается в топливные брикеты, а отходы преобразуются в тепловую энергию. МИДСИ открыла две новые клиники в Москве. Клиника в формате цифрового медицинского центра у дома открылась на улице Татьянин Парк, поселок Московский. Амбулатория для взрослых на улице Радиальная. Инвестиции в оба проекта составили более 115 миллионов рублей. Клиника Smart Lab Татьянин Парк рассчитана на 60 посещений в день. Здесь работают 4 медицинских кабинета, а в МИДСИ на Радиальной смогут принимать порядка 130 пациентов ежедневно. Для этого здесь оборудованы 8 кабинетов. В обоих медучреждениях пациентам доступен комплекс необходимых лабораторных услуг, включая функциональную и инструментальную диагностику на оборудование экспертного класса. Бинофарм Групп намерена потратить около 3 миллиардов рублей на модернизацию курганского завода «Синтез». В планах реконструкция цехов, обновление оборудования и строительство современного складского комплекса. Компания формирует платформу для международного сотрудничества на базе завода в Кургане. «Синтез» является в том числе удобным хабом для поставок из Китая в рамках будущих проектов компании. Кстати, выпуск облигаций «Бинофарм Групп» признан лучшей сделкой первичного размещения фармацистической компании по итогам премии «Сибонс Эвордс-2022». А среди первичных размещений в нефинансовом секторе лучшим стал выпуск облигаций «Сигеже Групп». Одним из организаторов размещения выступил МТС Банк. Лига зеленых брендов представила второй рэнкинг устойчивых компаний. Рэнкинг, в который вошли АФК «Система» и впервые «Сигеже Групп», представляет собой результат оценки его участников по основным существенным отраслевым показателям. Методика рэнкинга легла в основу национального зеленого стандарта, работа над которым Лига ведет совместно с Роскачеством. Задача зеленого стандарта – создать интегрированный подход к оценке брендов, в том числе при устойчивых закупках и выдаче зеленых кредитов. Участие в рэнкинге стало подготовительным этапом для прохождения оценки по зеленому стандарту в 2023 году и позволит компаниям первыми на рынке получить зеленый сертификат национального образца. На этом у нас все. С вами были Ксения Пономарева и Дарья Коленко. Еще больше новостей на нашем сайте «Система.ру» и телеграм-канале «Система.Ньюз». Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok